в талмуде рассказывается о тяжелом периоде в жизни земли израиля когда была сильная засуха вот мудрецы обратились к великому праведнику которого звали абах илькия он как раз работал в поле и они подошли к нему и поздоровались он не ответил и только потом когда не вы уже проводили домой он и его супруга обратились всевышнему и пошел дождь когда они спросили рэбэ а почему так странно ты повел себя с нами ты даже не ответил нам на наше приветствие он сказал я когда нанимаюсь работать кому-то я стараюсь не отвлекаться даже на приветствия вот я видел интересное объяснение раввина иосефа тилушкина в книге еврейские ценности когда подчеркивает что тут есть величие человека какая его великая молитва он как говорится у бога выпросил дождь спас всю землю израиля но тут есть маленький незаметный факт человек который нанимается на работу он не имеет права воровать время как говорит великий рабимоши хаим луцата также как человек ворует деньги в той же степени он ворует время согласитесь принцип для работника сложный тяжелый когда мы работаем у кого-то мы иногда не обращаем внимание что если нам платят за рабочий день или за час работы то каждая украденная минута это воровство если человек должен сделать определенный объем вот в этот день это другой вопрос но здесь речь идет то что наши мудрецы объясняют что нужно быть предельно честным скрупулезным с работодателем в этой же книге я прочитал интересный случай про рабиосиф ханкин который в америке работая записывал время потраченное на каждый телефонный разговор не по работе потом он вычитал вот так вот радикально подходил к этому делу и действительно дамы и господа очень часто мы пренебрегаем этими вещами я думаю что можно решить этот вопрос так когда есть работодатель можно просто не договориться что какое-то определенное время передышки отдушины у человека должно быть если вы работодатель согласится и войдет ваше положение потому что здесь мы не можем быть роботом это очень тяжело и в конце концов это может очень плохо отразиться потом на работе так вот такие вещи лучше всего не стесняясь закрыть с вашим работодателем это очень важный момент во первых вы будете чисты перед всевышним во вторых нам иногда кажется но это и так понятно очень важно написано что бог дал человеку уста чтобы они говорили и этими устами ты можешь решить очень важные вопросы которые кажутся вам маленькими но и серьезный глобальный о них написано в торе шалом шалом